всем большой привет и добро пожаловать в мой новый мастер-класс для левшей сегодня при помощи крючка номер 10 и толстой пряжи мы свяжем вот такой свитер размер будет как на видео то есть over over oversize но опять же я показываю технику а вы под себя уже можете регулировать самостоятельно количество рядов петель и все другие параметры сегодня буду вязать вот такой пряжи от yarn art цвет и количество мотков я напишу в описании к этому видео у меня есть крючок 10 миллиметров и я решила вязать им потому что я попробовала связать небольшой образец поняла что мне в целом нравится как все выглядит поэтому и вам советую вязать крючком не меньше 8 тело нашего свитера дарится из двух одинаковых элементов я один с вашего позволения уже связала и сейчас немножко про него расскажу здесь у меня 74 воздушных петли далее я делаю какое-то количество рядов и потом оставляю место вот под такую горловину которую в дальнейшем мы будем обвязывать то есть вот эти два элемента получается у меня плечи а здесь будут выходить наши рукава по самой вязки она будет проходить таким образом мы с вами набрали 74 воздушных петли и потом вверх-вниз вверх-вниз провязывая идентично абсолютно полотно с обеих сторон единственное различие будет только в резинке резинка у нас будет иметь лицевую сторону и изнаночную но об этом я тоже расскажу во время вязания наша сегодняшняя работа начнется немножко нестандартно если обычно мы отматывали кончик сделали здесь в общем-то первую петельку и дальше уже из нее вязали то здесь надо будет поступить иначе мы отматываем и не бойтесь отматывать прям побольше потому что если вдруг окажется даже что вы отмотали много вам все равно эта ниточка потом пригодится чтобы сшивать изделие между собой сожалению не могу сказать сколько конкретно вам нужно здесь отмотать но знаете сделайте прям запасом я думаю с опытом придет понимание я вот таким образом сделала петельку и протащила нитку которая идет к мотку ставила крючок затянула сейчас внимательно одна нитка у меня идет к моточку другая нитка у меня кончик на правую руку вот так два раза обматываю нить и начинаем вязание вот эта ниточка которая у нас идет от начала мотка я ее перекидываю вот так на крючок ниточка которая идет к мотку у меня перед вот этой ниткой который мы только что накинули я захватываю рабочую нить и протаскиваю ее через оба ушка еще раз медленно делаю накид придерживаю все это дело пальцем и через оба ушка протаскиваю ниточку которая идет к мотку накид провязываю накид провязываю в данном случае это наша цепочка воздушных петель с которых у нас будет начинаться вязание если вдруг вы забыли или запутались в нитках обязательно проследите что той которая идет у вас клубку вы вяжете а ту которая у вас является концом вы накидываете накид придерживаю пальцами провязываю через обе в итоге мне нужно провязать таких семьдесят четыре косички провязала семьдесят четыре петли у меня на этом моменте осталось много нитки сворачиваю как-нибудь пока фиксирую чтобы она не мешала потому что потом эта нитка пригодится для того чтобы сшивать изделие например поэтому если у вас вдруг осталось тоже много не переживайте делаю просто одну воздушную петлю подъема и вот разворачиваю косичкой чтобы она была таким образом сейчас будем вязать основное полотно вот в эту полу петельку мы с вами не вяжем потому что отсюда выходит у нас рабочая нитка я делаю вот так накид прокалываю захватываю рабочую нить у меня 3 петельки на крючке и вот этой 3 я провязываю предыдущие две показываю еще раз медленно делаю накид не вот спереди назад а именно сзади наперед полу петельку рабочая нить вот это у меня рабочие не сейчас ей же провязываю предыдущие две петельки накид за заднюю полу петельку протаскиваю рабочую нить рабочей нитью провязываю дальше и таким образом мне нужно провязать всю цепочку кроме последних шести петель я провязала всю цепочку и у меня осталось 6 петель час на этих шести петлях я буду вязать резинку которая у нас будет внизу для этого я заднюю петельку который дальше от нас прокалываю захватываю рабочую нить у меня две нити на крючке рабочей нитью провязываю через обе опять прокалываю захватываю рабочую нить выполняю обычный столбик все шесть раз вот в этой последней самой петельки обязательно найдите заднюю полу петельку и провяжите через нее иначе изделие будет косить и вы будете обсчитываться в петлях я провязала 6 делаю одну воздушную петлю разворачиваю изделие и сейчас мне нужно провязать 6 соединительных столбиков как мы вяжем опять заднюю полу петельку прокалываю захватываю рабочую нить но сразу протаскиваю ее дальше опять прокалываю полу петельку заднюю рабочую нить протаскиваю сразу дальше 3 4 5 6 так спереди у нас будет получаться вот такая красивая косичка а сзади немножко вот такой билиберды и все дальше я возвращаюсь на опять полотно самого свитера делаю здесь аналогично только вот в этой косичке мне нужно опять задняя полу петелька я опять делаю накид рабочую нить протаскиваю через оба ушка опять рабочую нить накид все на самом деле основной я вам показала но давайте лучше закрепим и встретимся с вами когда вы довяжите в обратную сторону до конца довязала в обратную сторону до вверху осталось 3 петельки так 3 опять же обязательно найдите заднюю и провязывайте в нее аккуратно опять делаем воздушную петлю подъема разворачиваем вязание и и все то же самое по рисунку если вы заметили у нас и начала вырисовываться вот эта красивая полосочка дальше будет видно прям супер хорошо все на самом деле тут никаких супер секретов нет мы просто вяжем рядами вверх-вниз вверх-вниз каждый поворот обязательно делаем воздушную петлю подъема про резинку напомню еще раз когда довяжем до внизу вернулись снова к резинке 6 петель у меня осталось я опять делаю 6 столбиков когда мы довязываем до низу здесь надо прям подцепить крючком и смотреть чтобы нитка не разошлась потому что я говорила уже она из нескольких ниточек состоит все так воздушная петля подъема разворачиваем соединительный столбик за заднюю полу петельку 4 5 и 6 супер вторую часть мы связали вот видите такая симпатичная косичка будет спереди и сзади вот так все дальше мы опять вяжем с накидом этот полустолбик или как он там называется до конца ряда в конце ряда опять делаем воздушную петлю подъема переворачиваем опять идем до резинки резинку когда вяжем в конец делаем столбик обычный когда переворачиваем делаем просто соединительный столбик таким макаром провязываем с вами напишу здесь какое количество рядов в процессе довязывания у меня закончилась нить от кука и сейчас я покажу каким способом я присоединяю нить и вот мы две ниточки расположили таким образом я специально взяла пока что контрастный чтобы просто вам показать и кладем их вот таким образом накрест одну я снизу вверх завязываю просто узелочком а вторую я завязываю получается сверху вниз то есть так вот нужно перевернуть и завязать так обязательно проверяю чтобы узелочки были плотно завязаны и потом растягиваем в разные стороны и плотно плотно тяну вот эти хвостики можно обрезать корешок и вот этот получившийся узел понятно что сейчас нитки разного цвета еще можно так вот дополнительно потереть чтобы было его еще меньше заметно я возвращаюсь к вам спустя 29 провязанных рядов вот так это выглядит поскольку у меня уже связана другая часть я прикладываю обязательно сверяю что все у меня совпадает по размеру по количеству петель по количеству рядов все классно и сейчас мы с вами будем вязать вот эту горловину а дальше вы будете действовать самостоятельно смотрите два два три 4 5 6 7 7 петель здесь у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 значит я провязываю последнюю петлю сейчас у меня здесь 7 петель и здесь 7 петель и все что мне нужно сделать это одну воздушную петлю развернуть вязание и просто вязать в обратную сторону ровно так же как мы вязали до этого вот так то есть что получается сейчас я буду снова спускаться вниз провязывать резинку здесь ничего нового нет когда поднимаетесь до этого момента вы просто довязывайте до этой точки делайте в одну воздушную петлю и спускайтесь вниз и у вас будет получаться есть вот такой вырез поэтому вот это количество рядов вы свяжете самостоятельно опять же можете регулировать для себя делать шире уже можете не ставить здесь не 7 петель а там не знаю 10 или наоборот сделать меньше так что встречаемся с вами на этом моменте когда я довяжу и я покажу как я заканчиваю эту горловину довязала вторую горловину и обязательно считаю количество рядов и просто внешне прикладываю все ли у меня сходится я смотрю что все идеально сходится поэтому я могу продолжить вязать уже второе плечо довязываем здесь несколько петелек все что мне сейчас нужно сделать с этой стороны это повторить то количество петель которые у меня было здесь в моем случае это раз два три 4 5 6 7 7 то есть я делаю 8 обычных воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петля подъема разворачиваю разворачиваю вязание и в этой получившейся косички делаю накид и во вторую полу петельку от крючка будет не совсем удобно но это единожды лишь начинаю вязать 7 петель и последняя 7 7 все на самом деле дальше изделия будет вязаться как обычно разворачиваемся поднимаемся наверх и провязываем уже 7 петель повторяя вот эту сторону когда вы свяжете здесь то же количество рядов что здесь у вас должно быть симметричное со всех сторон изделия еще два элемента которые необходимо нам связать это рукава рукав вяжется ровно по тому же принципу что и два туловища которые мы с вами довязали я отмотала какое-то количество нити здесь посерединке делаю первую петельку и начинаю набирать петли единственное отличие что количество петель будет здесь поменьше я набираю 50 так для тех кто не помню давайте покажу еще раз у меня нитку который я отмотала я ее делаю вот таким набросом и нитку которая идет к мотку продеваю через обе получившиеся петельки делаю так 50 раз я набрала 50 петель таким способом меня остался длинный кончик но это ничего страшного если что мы потом дальше будем сшивать руках между собой это не критично делаю самую обычную воздушную петлю подъема разворачиваю косичку вот таким образом и вот в эту заднюю сейчас буду вязать такие же столбики как мы делали при вязании переда и спинки оставляя 6 петель под резинку единственное отличие вывязывание рукава и основного полотна заключается в том что резинку мы вяжем только соединительными столбиками как вы помните вывязывая перед и спинку когда мы спускались вниз мы сделали столбики поднимаясь наверх соединительные петли здесь же нужно и когда вы спускаетесь вниз и при повороте наверх вы выполняете только соединительные столбики с сохранением правила что в конце ряда также нужно сделать одну воздушную петлю подъема это делается лишь для того чтобы добиться эффекта сужения концу рукава запястью на руке не нужно очень много места и как раз при таком способе вывязывания резинки можем добиться сужения и это будет выглядеть очень органично как заканчиваю вязать провязываю резинку так и ниточку с запасом отрезаем после чего продеваю ее таким образом специально побольше отрезала потому что с помощью этой нитки я буду сшивать рукав вот по этой стороне а нитка которая у меня была в начале пригодится для того чтобы пришить рукав к туловищу как закончить вязать туловище я начинала сверху у меня тут вверху ниточка заканчиваю я соответственно тоже сверху это же здесь никакой магии нет просто побольше отрезаю нитки она мне в дальнейшем пригодится для сшивания изделия между собой и теперь нам нужно сшить между собой переднюю и заднюю часть как я определяю где у меня передняя где задняя часть я смотрю на низ резинки если я вижу здесь косичку это значит что это будет лицевая сторона если у меня вот такая история немножко непонятная то это будет у меня внутренняя часть свитера разворачиваю оба элемента получается лицевой стороной друг другу да тут косички тут косички значит все правильно но меня сейчас интересует конкретно район плеч можно связать двумя способами это либо крючок либо нитка иголка первый способ который я вам покажу про соединение крючком просовываю крючок в любое место захватываю нить которая у нас осталась протаскиваю ее и дальнейшем я ищу петельки как раз на обоих вот этих полотнах просовываю под них крючок захватываю нить и протаскиваю через предыдущую петельку местами будет трудновато надо будет помогать себе пальцами петелька вот такая косичка будет с изнаночной стороны а с лицевой это будет выглядеть ну примерно вот так что касается сшивание иголкой то кончик который у нас оставался я вправляю в иголку у меня вот такая пластмассовая с большим ушком прикладывают друг другу и тоже в любом порядке сшиваю так это будет выглядеть с изнаночной стороны и примерно вот так с лицевой я пришила оба изделия и мне нужно сейчас связать горловину петельку и в любом месте пойти где-нибудь здесь прокалываю захватываю петельку протаскиваю кончик назад и просто прохожусь по кругу вот таким образом делаю просто столбики обращу ваше внимание что вот здесь это будет вязаться интуитивно понятно потому что здесь прям петельки а вот здесь например будет не очень ясно поэтому здесь постарайтесь не делать дополнительных петель сейчас мы дойдем до этого момента и я вам покажу так сейчас перехожу на горизонтальный элемент так вот я одну допустим сделала потом вот так вторую вижу что например здесь если я сделаю рядышком будет уже много поэтому я пропускаю это место и делаю как бы соседнюю так ну в общем как то так я не могу вам тут прям четко сказать как нужно вязать я думаю что вы интуитивно поймете после нескольких попыток что где вы берете близко а где вы берете очень далеко и таким способом провязываем все вот это вот расстояние до момента где у нас начиналась как раз таки обвязка так я дошла до места откуда у меня начиналась обвязка под обе петельки просовываю крючок достаю нить обрезаю протаскиваю и прячу кончик при помощи иголки помните у нас на рукаве осталось две ниточки одна ближе к резинке и другая ближе к плечу я складываю лицевой стороной внутрь и на изнаночной стороне при помощи крючка или иголки прошиваю рукав между собой подхватываю ближайших друг другу петельки и провожу сквозь нить иголку с ниткой так прошила рукав вот так у меня выглядит с изнаночной стороны так будет выглядеть с лицевой и обе ниточки которые у меня сейчас есть остались они пойдут как раз таки в расход потому что как мы будем пришивать сначала по этой стороне потом разворачиваю провязываю здесь либо прошиваю иголкой и потом нужно соединить туловище между собой одна сторона решита я перевернула на другую сторону этой же самой ниткой на у меня очень длинная казалось сшиваю дальше нужно будет внимательно посмотреть что здесь на плече нет дырочек если что вот эта ниточка осталась от того что я пришивала переднюю и заднюю часть своего свитера пришла до конца этот момент очень хорошо прошиваем повторно так и прячу нитку два раза в одном направлении два раза в каком-нибудь другом можно обрезать под корень еще момент если вы выбрали все-таки соединять рукав в разложенном состоянии как вам это сделать вот вы разложили изделие все на изнаночной стороне конечно же и ниткой которую у вас осталось вы пришиваете вот здесь затем уже соединяете рукав вместе и пришиваете либо сверху вниз либо снизу вверх вот как удобнее будет и потом только уже то что осталось ниже рукава до самой резинки показываю вблизи что получилось сразу оговорюсь что свитер получился оверсайз ну вы уже видели в начале но плюс ко всему он достаточно тяжеловат и объемен сам по себе после влажно-тепловой обработки он еще подрастянется но мне важно показать вам именно технологию а дальше вы все адаптируйте под себя здесь вам понравился мастер-класс пожалуйста не забудьте подписаться на канал поставить лайки вот это вот все а мы с вами встретимся в следующем видео всем пока